всем привет добро пожаловать на мой канал очень часто мне последнее время пишут на тему что юль стала мало влогов давайте снимем влог и будет это влог такой о кошках начнем с этого момента именно потому что вот этому дружку и не только ему в общем мишке и машке сегодня ровно годик вот мана именинница подошла вот такая миниатюрная машка а кстати рядышком покажу вам сейчас это уже ее дочка размером с маму но намного симпатичнее очень классная кошечка я ее просто обожаю такая красивая смурфета посмотрите лапуська и медведь такая моська вымахала прям меховой огромный мишка мишулька сейчас я вам всех покажу зверей своих это бонифашка кто не знает это мама мишки и машки бонька такая вот миха красавец мишка непонятно в колон такой красавец наверно в папу мы с папами не знакомы даже не знаю кто наш папа да миша просто такие вот красивые большие наш ветеран фунтик немножко приболел видите глазки гноятся мы его сейчас активно лечим подрался вот такой вот ушки драны очень любит драться кстати у меня тут коляска стоит дочка пока спит на улице пока я снимаю котов видите фунтик тут охраняет дашу чтобы она не проснулась смотрим дальше знакомимся это анфиска посмотрите какая выросла это вторая машкина дочка вот они как раз вместе со смурфеткой по моему и лазают по дереву вот такие большие выросли а вот она сама маруська бабушка боня как я ее называю ну в общем у нас сегодня можно сказать уже конец ноября но на улице как видите все растаяло до этого выпал снег уже прям зима такая морозная была красивая а сейчас вот видите просто поздняя осень хотя вчера вообще выглянуло солнышко было солнечно текли ручейки и мне казалось что на улице конец марта фунтик так но и сегодня наверное в кадр не успела попасть кнопка вот такая она стала это наша найденка ту которую антошка подобрал на улице в начале лета вот она кнопушка и куда-то вот покажу тоже вырос такой большой что у хороший мощный котик пушочек ну покажи свою мост покажи свою мордашку посмотрите какая красавица смурфета такая лапка так жалко что ее никто не взял себе такая упитанная девочка очень умная и очень ласковая мама мошок мне как не хочет попасть в кадр он постоянно трется у меня вокруг ног в общем такой цирковой кот приходится снимать его сверху пушок вот наконец-то попал в кадр на самом деле есть очень простой беспроигрышный вариант собрать всех котов в одном месте и сразу это просто покормить их и вот пока они едят а на самом деле здесь 7 сейчас такой стадо котов посмотрите не хватает бойки давайте вам быстренько еще раз покажу так крайне у меня вот эти две кошечки это машка и смурфетка они практически одинаковые уже по размеру посмотрите годовалая мама вот это да и рядышком 4-месячная дочка мишка тоже именинник сегодня напомню фунтик со спины пушок там кнопка и черная анфиска вот она на тоже 4-месячная красавица где-то гуляет но она кстати после операции скажу вам стала кошкой-одиночкой то есть она на всех бросается и можно даже на цепь сажать она не хуже собаки может на людей бросаться на самом деле не на людей конечно на на кошек на котов чужих кошек гоняет с территории вот этим вот своим может так нападать хорошо не знаю как будет машка себя дальше вести потому что я это мы тоже сделали операцию мне кажется у них что-то происходит на гормональном таком уровне гормональный фон все-таки влияет на это дело вот они едят двух мисок и мне хватает вот так вам через стекло покажу видите остатки снега лежат здесь вот вдоль клубники это все что осталось хотя на самом деле мы даже уже пробовали на санках кататься наверно немножко против света но тем не менее покажу вам распустившийся бутон плетистой розы у нас было достаточно тепло потом немножко на стукнул заморозок выпал снег но тем не менее вот сейчас розочка отошла потому что у нас сейчас плюс 6 вот и это не одна кстати розочка таких было много вот еще бутон 21 ноября у нас роза распускается здесь вот еще и кстати вот когда все отобедали пришла бы не фашка и 1 в одиночку сейчас будет доедать либо печка панасоник любит он сидеть в коробочки если есть какая-то коробка то обязательно залезет до пушек красавица портретная съемка маруськи кнопка но по не любишь ты сниматься до кнопки и сеньки большая стала тоже скоро ждет ее такая же участь как боньку и машку постараемся наверно сделать ей операцию еще до того как она родит нам котят говорят что на гипофизе у них остается вот это вот поведение потом не очень адекватное бывает вот поэтому если они не рожают котят не котятся если не кормят котят то и поведение немножко другое но проверим если получится успеть смурфетка теперь заняла коврик выгнала отсюда кнопку смурфи смурфи хорошая кошечка просто я обожаю смурфи мишка мишка медведь научи меня реветь разве похоже что ему год скажите такой солидная уже котяра хороший хороший миша пользуюсь моментом пока дочка спит монтирую ролик про коробочки красоты и коты конечно же тут со мной мишка они тут везде и всегда пытаются залезть на их коляску тоже интересуются модными тенденциями в мире косметики конечно да 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 прям так я тебя и пустила туда вот сиди лучше коробочками красоты интересуйся миш не лезь миха на улице уже стемнело хотя всего лишь четыре часа ребятки укладываются спать видите к пушку в коробочку забрались это темное пятно это анфиска из морфи это красавица которая смотрит на пушок спрятался у нас кстати дождь начался я пришла домой давайте вам кое-что покажу видите да у нас там за окном уже достаточно темно так у смеркается дочка еще спит я сейчас нахожусь в антошкиной комнате если вы следите за моими влогами то вы видели что мы купили ему новый стол но сейчас мы вернулись старый стол немножко его модернизировали убрали боковинки вот такие вот диспешки мощные и сейчас 100 выглядит вот таким вот образом сейчас я стул уберу будет видно то есть поставили мы две ноги оставили выдвижную штучку под клавиатуру то есть аля компьютерный стол тумбочку развернули настояла вот здесь вот с этой стороны мы ее развернули другую сторону в общем получился очень хороший воздушный столик я не знаю почему мы не сделали этого раньше но вот теперь у антона стол в комнате выглядит вот так почему мы вернули его я сейчас вам вставку сделаю разбирали старый я ругалась жаловалась в общем у нас начались проблемы резко начались проблемы и мы соотнесли их проблемы со здоровьем причем такого знаете аллергического удушья какого-то ребенок начал задыхаться кашлят были приступны начали думать в чем же причина начали ее искать и поняли что с появлением того стола как мы собрали его в комнате у антохи через три дня получился первый приступ поэтому стол убрали на выветривание даже на экспертизу отдали один ящик то есть на фенолы там пусть проверят на все что можно и вернули наш стол мне кажется вот так вот он намного лучше выглядит согласитесь я вставлю фотку наверное как он выглядел ранее если найду на сайте именно вот эта модель стола как ее изуродовали и вы мне скажете какой столик вам нравится больше в таком исполнении или то что придумали сами дизайнеры мы сейчас занимаемся тем что разбираем этот стол вместе с полками то есть купили три месяца назад и сейчас хотим вернуть тот стол который у нас был именно по той причине что дети начали болеть причем именно аллергическая какая-то реакция пошла и мы считаем что на запахи которые до сих пор источает этот стол потому что пахнет какими-то не знаю может быть клеем краска это вряд ли в общем хотим его пока поставить на выветривание в сарай на несколько месяцев и там будет видно посмотрим изменится ситуация или нет но пока я разбирала сейчас ящики вот эти вот запах просто жуткий стоит так то сам он вроде бы выветрился а вот внутренней части закрытой части когда открываешь просто можно умереть ну и все наверное на этом я наш кошкин и домашний влог заканчиваю обязательно увидимся в моих новых видео всем пока до новых встреч на моем канале а